Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сейчас я нахожусь на складе нашего двухколесного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы и продаются по очень заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверять их с любым экспертом. Хотите, снимайте пластик и меряйте компрессию, всё будет чётко. Также поможем с доставкой в Россию и также можем оставить мотоцикл клиента до сезона на нашем складе совершенно бесплатно. Ссылочки и подробности о «МотоСтронг» в описании. Ну а прямо сейчас на разбор попадает долгожданный и желанный ОМ668 от Mercedes. Встречаем! Турбодизельный двигатель от Mercedes ОМ668 выпускали с 1997 по 2005 год. Объем 1,7 литра. Этот двигатель устанавливали только на A-класс в кузове V168 и на соплатформенник Vaneo. Вариантов мощности 5 от 60 до 95 л.с. Этот двигатель создан в традициях Мерседеса тех лет, но блок алюминиевый, в приводе ГРМ-цепь, в ГБЦ 2 распредвала по 4 клапана на цилиндр. За турбонаддув отвечает турбокомпрессор KKK. Все двигатели мощностью от 60 л.с. оборудованы интеркулером. То есть, только базовый мотор не обладает охлаждением воздуха. Этот двигатель можно считать удачным. Он надежен и неприхотлив. Создает намного меньше проблем, чем бензиновый М166 для этого микро-мерседеса. Но не все сервисы берутся за, казалось бы, простейшие операции по обслуживанию навесного оборудования этого двигателя. Потому что в большинстве случаев надо опускать мотор и подрамник. На этом двигателе не оказалось большой части навесного оборудования. Но, естественно, мы нашли его на нашем огромном шестиярусном складе. Выход из строя генератора на автомобилях A-класса – это исконная проблема. На многих A-классах меняли и ремонтировали генераторы. При диагностике выясняется, что горят реле, изнашиваются подшипники вала, а также изнашиваются щетки. Симптомы неисправности генератора всем известны – это отсутствие зарядки. Дело в том, что поменять и отремонтировать этот генератор не стоит больших денег. А вот снять и поставить его – это задачка со звездочкой. Клапан системы ВКГ и маслоотделитель прикручены к впускному коллектору. Следует отметить, что за отбор газов и за контроль давления в картере отвечает мембранный клапан. Традиционно на дизелях Mercedes он служит сотни тысяч километров и нуждается в ремонте очень редко из-за трещины мембраны. Маслоотделитель тоже служит очень хорошо. И на автомобилях с очень большим пробегом его надо снять и промыть. Ну а если во впуске появилось масло, то надо обратить внимание на целостность мембраны. Как и на бензиновом двигателе М166, на двигателе ОМ668 используются недолговечные ролики ремня навесного оборудования. Со временем они начинают скрипеть. Как правило, первым сдается ролик-натяжитель. Он начинает издавать посторонние звуки и тарахтеть. Обводные ролики начинают со временем подвывать. Специалисты крайне рекомендуют устанавливать оригинальный комплект, который идет вместе с кронштейном. А если владелец решил только поменять ролики, то надо обязательно проверить их соосность, потому что их кронштейны иногда изгибаются. И тогда придется все равно ставить оригинальный комплект. Двигатель ОМ668 оснащен турбокомпрессором KKK K03-019 с перепускной заслонкой. Турбина надежная, но иногда все же нуждается в ремонте. Верный признак того, что турбина не дует, это черный дым из выхлопной трубы и отсутствие тяги. При дефектовке выяснится, что ротор люфтит, кренчатка задевает корпус, а масло, которое надо для смазки вала, попадает в горячую и в холодную часть. Нагрузку на двигатель ОМ668 измеряет расходомер. Расходомер может выйти из строя, появится ошибка P0100 и напряжение выходного сигнала будет далеко от нормы. Напомним, что при заглушенном двигателе, включенном зажигании, расходомер должен выдавать сигнал в 1 вольт, плюс-минус несколько сотых. Также EBU двигателя ОМ668 измеряет давление во впускном коллекторе. Датчик давления находится на моторном щите и соединен со впускным коллектором шлангом. Со временем этот шланг растрескивается, и тогда двигатель теряет тягу при высоких нагрузках. То есть, после 3000 оборотов он может перестать тянуть, ну или на трассовой скорости. Выход из строя датчика либо его загрязнения сопровождаются ошибкой P1330. Обычно при такой проблеме чистка датчика помогает. Все моторы разберет, много лайков соберет. Давайте накидаем ему лайков. Встречаем, Николай. Мы начинаем нашу разборочку. На двигателе ОМ668 используется регулятор давления топлива. Такой же точно установлен на четверке ОМ611. Если с датчиком что-то не так, то тогда холостой ход начинает плавать. На диагностике будет видно скачащее давление топлива. Этот регулятор легко меняется в тесном подкапотном пространстве А-класса. Форсунки двигателя ОМ668 уникальны и подходят только для этого силового агрегата. Это обычные электромагнитные форсунки первого поколения очень надежны и сотни тысяч километров не теряют свою гидроплотность. То есть не сливают лишнее топливо в обратную магистраль. А вот если владелец забывает вовремя поменять огнеупорные шайбы, то они могут просто вклеиться в гнездах ГБЦ из-за прорвавшихся газов из камер сгорания. Тогда придется буквально выдергивать форсунку, чистить ее, ставить новую шайбу и ставить обратно. Двигатель ОМ668 является одним из первых турбодизелей с топливной системой Common Rail. В основе топливной системы лежит ТНВД Bosch CP1. Это очень надежный ТНВД. Плунжеры служат гораздо дольше резиновых уплотнений крышек. Поэтому чаще всего этот насос ремонтируют именно для замены резиновых уплотнений. При больших пробегах ТНВД может запотевать топливом, а также топливо может просто литься из-под этих крышек. Клапан EGR устроен просто и глушится легко путем установки заглушки на подачу отработавших газов. Клапан может заклинить в открытом положении, тогда двигатель не будет заводиться. Причем температура двигателя вообще никакого значения не имеет. В таком случае двигатель можно завести с толкача. Также клапан EGR может работать некорректно из-за выхода из строя его управляющего электровакуумного клапана. Эти электровакуумные клапаны в количестве двух штук использовались на очень многих моторах Mercedes, начиная от четверки ОМ604 и заканчивая шестеркой ОМ613. Они используются для управления турбиной и клапаном EGR. На двигателях ОМ668 нередко появляется течь масла между стаканом масляного фильтра и теплообменником. Их стык уплотняется тремя резиновыми прокладками. Поэтому если будет течь, то можно поменять эти три прокладки. Датчики распредвала и коленвала имеют неплохой ресурс, но по мерседесовской традиции тех лет выходят из строя с характерным симптомом. Двигатель очень долго и трудно запускается. Прогретый двигатель появляется ошибка P1354, которая указывает на рассинхронизацию сигналов датчиков. В этой проблеме может помочь замена одного из датчиков. Реже это указывает на растяжение цепи ГРМ, а еще реже на повреждение мишеней датчиков. Это обычно происходит из-за неаккуратной сборки двигателя. Для своих лет это весьма технологичный двигатель. Инженеры компании Mercedes запихнули сюда 16 клапанов. Если говорить о состоянии, то черное масло – это абсолютно нормально для дизельного двигателя. Оно здесь не выпало сгустками масла. Кулачки норм, но уже виден поверхностный износ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При ближайшем рассмотрении мы видим масляный нагар. Значит моторчик ел масло. Стоит отметить, что пары впускных и выпускных клапанов располагаются здесь поперечно. То есть ни один распредвал не является ни впускным, ни выпускным. В процессе разбора этого мотора мы столкнулись с очень большой проблемой. Не могли открутить болт шкива коленвала. В процессе мы сломали пару рокеров, бортик ГБЦ, но цепь все выдержала. Ресурс у этой цепи отличный. Больше, чем на моторе М166. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блок у этого двигателя алюминиевый. Открытая рубашка охлаждения. Естественно, гильзованный с завода. Если говорить о состоянии, то хона практически нет, что очень важно для дизельного двигателя. И неравномерный нагар на донышках поршней. То есть в одних цилиндрах он больше, в других меньше. В четвертом цилиндре обнаружена вода и ржавчина. Напомним, что все моторы, которые мы разбираем в наших разборках, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Такой мотор вы у нас не купите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет этому мотору. А этому двигателю отлично подойдет масло Elf Evolution 900SXR с вязкостью 5W-40. Выгодно его приобрести вы можете у нашего партнера компании «Армтек» со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на масла, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является единственным официальным дистрибьютором моторных масел Elf в Республике Беларусь. А теперь поговорим о состоянии. В принципе, так говорить нечего. Закоксованные маслосъемные кольца, шатунные и коренные вкладыши выглядят хорошо, есть небольшой износ. Коленвал тоже выглядит отлично. Стоит обратить внимание на массивную конструкцию дизельных поршней. Износ верхних коренных вкладышей чуть больше, чем мы привыкли видеть. В блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена. Вот такой технологичный дизель разработала компания «Мерседес» в конце 90-х годов. Напомним, что это один из первых дизелей с топливной системой Common Rail. Он надежен и очевидных слабых мест не имеет. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте. У нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».